На Украине участники так называемой блокады Крыма принялись терроризировать жителей Херсонской области. Националисты отбирают у них продукты, деньги и даже машины. Несколько человек пропали без вести. Люди собираются вооружаться, чтобы хоть как-то защититься от боевиков. Надежды на полицию мало, ее радикалы ни во что не ставят. Подробности у Дмитрия Кочеткова. В кафе в поселке Каланчак Херсонской области по вечерам собирается местная молодежь, но в этот вечер было не до танцев. Боевики с оружием и в масках с криками «Слава Украине!» ворвались в кафе и устроили настоящий погром. Людей избивали бейсбольными битами. В Херсонской области неспокойно уже три месяца. С тех пор, как активисты Крымско-Татарского Меджлиса, боевики батальона «Айдар» и другие радикалы начали так называемую блокаду Крыма. Но на полуострове наладили поставки электроэнергии и продуктов из России. А участники блокады заскучали на своих блокпостах и начали терроризировать местное население. Жители Каланчакского района Херсонской области уже готовы вооружаться, чтобы самостоятельно отбиваться от бандитов. В районе все люди боятся за свою жизнь и за своих детей. Поэтому, если нас не может защитить власть, будем брать оружие в руки и будем просто защищать себя и своих детей сами. Мы будем просто их выбивать. Выбивать. У нас другого выхода нет. На дом ветеран-афганца Владимира Заклепного недавно было совершено нападение. Боевики избили его сына и хотели реквизировать микроавтобус. Машину удалось отбить с помощью друзей. Но в соседнем поселке Ченгар у местных жителей отняли уже пять автомобилей. Счет преступления идет на десятки. В поселках Красный Щебан и Каланчак бесследно пропали три девушки. Боевики еду в сельских магазинах берут бесплатно и регулярно угоняют домашний скот. А полиция просто боится вмешиваться. Однажды в отношении радикалов из батальона Айдар попытались возбудить уголовное дело. Но до суда оно не дошло. На райотдел напали вооруженные боевики и похитили документы следствия. В поселок пришлось вызывать спецназ, который, впрочем, охранял от боевиков лишь самих полицейских. Днем 18 вечера нас вызвали на Каланчак для усиления. Была попытка захвата райотдела. В приграничной зоне боевики вели тотальный контроль за всеми автомобилями. Возмущенные жители села Ченгар созвали в неочередную сессию местного совета. Люди жаловались на хамство и незаконные обыски. С ребенком провозили ее на работу. Пять минут туда, пять минут обратно. Куда ребенка везете? Доверенность есть? Я что, границу пересекаю? Чтобы провести внука туда и обратно. Мама на работу едет. Топливо где взяли? Заправился на ЗС. Чеки. Чеки не взял. Мою машину обгородили колючей проволокой, чтобы я не проехал никуда. Говорят, иди пешком. Это в районе пяти километров на заправку. Бери чеки, возвращайся, а потом покажешь. Среди боевиков, терроризирующих жителей Херсонской области, появились и радикалы-исламисты. Координатор и спонсор блокады Крыма Ленур Исламов не скрывает, что к его людям присоединились боевики из турецкой профашистской организации «Серые волки». В основе ее идеологии пан-тюркизм, мечта о великой Турции. Сейчас волки воюют в Сирии и Ираке. А на родине, в Турции, на их счету сотни политических убийств. Поддерживает крымско-татарских националистов и официальная Анкара. Лидер Турции Реджеп Эрдоган недавно встречался с Мустафой Джамилевым, идеологом блокады Крыма, и пообещал всяческую помощь.